Клоуны! 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 Мы клоуны! Мы общаемся с людьми через нос. Это наша защита. У него сердце в попе. Ну стучит же. Когда слишком много говоришь, так делаешь. Меня зовут Ольга Калачева. Мне 55 лет. Я больничный клоун, которого зовут Белла Донна. Так, маску я положу в карман на всякий случай. О! Мысль о том, чтобы стать именно больничным клоуном, пришла задолго до того, как я им стала. Реально задолго. Где-то лет 20 назад, наверное, я увидела по телевизору то ли фильм «Доктор Адамс», возможно, какой-то сюжет по телевизору. Я уже сейчас не помню и это наверняка сказать не смогу. Но мне вдруг пришла мысль, что я хочу приходить в больницу и радовать детей. Мой любимый носик, мой первый. Он у меня самый-самый любимый. 11. Ему уже знаете сколько лет? 11. 7 лет я работала аниматором. И вот в тот момент, когда я сказала прям себе, вот прям очень хорошо помню этот день, когда я сказала себе «Все, ни ногой больше не выйду работать аниматором». Я включила интернет и увидела там сообщение, что набирают больничных клоунов, вернее, набирают школу больничных клоунов у нас в Казани. Но для меня это был шок, потому что я сидела перед интернетом, у меня волосы встали дыбом. И я думаю, Оля, ну ты же к этому шла 7 лет. Здравствуй, мой дорогой, здравствуй. Ну что, пойдем? Пойдем. Первый год, когда мы работали, родители к нам как-то с подозрением относились. Медперсонал тоже непривычно ему, ну было врачам, медсестрам. Они вот именно так к нам относились, дурковаляне. А дети именно, видя возраст, дети прям вообще очень хорошо все подмечают. Они такие, ну а у нас бывает иногда, когда мы играем в жениха и невесту, и я там начинаю, все, я себе ищу жениха. Он говорит, спокойно, вы уже старые для меня. Ну это нормально, и я как бы к этому вполне спокойно отношусь. Меня зовут Константин Бушуев. Мне уже полным-полно лет, а именно 48. А имя у меня сценическое. Клоун Николаевич. Это татуировка, это не наколка, это не значит что-то такое, что я где-то там был в местах не столь отдаленных. Просто я себе наколол солнышко. Кусочек носка, оп, и все, татуировка не видна. Где у меня заканчивается Константин, а где начинается Николаевич? Я же Константин Николаевич по имени-то. Ха-ха! Не обязательно наморотник. Ча, я готов. Подавайте мне детей и родителей. Если прям взять в теорию, то мы в некотором роде доктора должны быть. Потому что основа некой психологии, элементарные знания о медицинских манипуляциях каких-то в каждом отделении. Это для дурачка будет как бы сложновато немножко. Да, иногда подурить, подчудить очень даже хорошо. Потому что это одна из ипостасей, наверное, многих клоунов, когда ты именно дурачок такой. Ха-ха! Но ты же не полностью дурак. У тебя же где-то должна быть эта самая управляющая фишка-то, которая управляет этим дурачком и не дает ему полностью скатиться во что-то. Если мы сомневаемся, ребенок нас примет, не примет, то девушки идут первыми, их меньше боятся. Ну, так чаще всего происходит. Всегда должны оценить ситуацию в палате, тихонечко заглянуть через стекло, через дырвочку, так сказать, через отверстие. И оценить уже, понять, предсказать, что будет. Чаще всего попадаем. Вот увидели ребенка, который там смотрит глазками большими на нас с недоверием, значит, аккуратненько, осторожненько. Всегда спрашиваем разрешение, можно ли войти. Жалость показывать тоже, особенно ребенку или кому-то, это очень плохо, этого быть не должно. Нас тоже сразу учили не жалеть. Потому что зачем? Жалость это что? Жалость, она ничего не несет. Мамочки некоторые, вот я думаю, почему они не ревут, а они держатся. Потому что если они покажут слабинку, детям еще хуже будет. Мамочкам я здесь вот просто, я им памятник вот, неизвестно из чего поставить готов. Появился такой момент, когда мне показалось, что мы не совсем вошли в клоуна, вот это состояние клоуна. А больше в таком состоянии человека не успели мы, ну вот лично я, перегружиться. Поэтому если у нас есть какие-то такие вопросы, мы снимаем носик, обсуждаем. И если нам нужна какая-то настройка, мы вот делаем такую настройку. И сейчас вот мы это сделали. Ты можешь быть и смешным, ты можешь быть грустным, ты можешь быть сказочником, ты можешь быть лампочкой, которая горит. Ты можешь быть крокодилом, который кого-то пугает. И в то же время ты все равно человек. Ты общаешься с людьми и ловишь то, что они тебе посылают, и ты даешь им то, что они хотят. Ребенок может ему спокойно сказать все, что он хочет. И это не просто дурковаляние. Он может сказать ему, что ты дурак. И клоун скажет с радостью, да, я дурак, как ты об этом догадался. То есть, понимаете, он никому так не может сказать. Только клоуну ребенок может сказать все, что он хочет. Родители часто останавливают детей, извиняются, начинают. А мы наоборот родителям говорим, это замечательно, это хорошо. Мы выходим и друг другу говорим, классно. Это получилось, потому что ребенок держит в себе. Когда он держит в себе, больной ребенок, вот агрессию, да, вот эти вот отрицательные эмоции, которые в нем копятся. Болезнь продолжает развиваться. Как только он выплеснул, и это даже доказано сейчас наукой, и даже анализы на Западе сдавали, и сразу у ребенка начинает повышаться жизненный потенциал. Ах! Ах! Потому что по большому счету реквизит не нужен, нужна фантазия. Заходишь в палату и там пошутить о чем угодно. Придумать что угодно. Это не кровать, это космический корабль. Мы полетим, сейчас он в окно. Ага, злые пираты нам перекрыли там окно, мы не можем, потому что ключом там все закрыто. Маме роль какую-то дали, еще всем роли раздали. Играем на щеках, я не знаю, на пальцах там, пальцы друг другу крючим, еще что-нибудь. Игра. Игра отвлекает, отвлекает от больничной ситуации, от всей этой атмосферы. С гаджетами бороться нам как бы тяжко, но с другой стороны бороться прям специально усиленно я даже не пытаюсь. Мы иногда подшучиваем, подкалываем на эту тему. С другой стороны, да, это, наверное, наш, может, не профессионализм в конце концов, что мы что-то делаем, а дети все равно остаются в своем телефоне. Очень надо, чтобы с ним разговаривали и пели песни. Правда? Да. Я два или три раза сталкивалась в больнице ДРКБ со смертью. Конкретно. Когда ты привыкаешь к ребенку, когда ты конкретно идешь к этому ребенку, ты знаешь его особенности, ты его любишь, ты много лет с ним уже общался. И вдруг ты приходишь, и тебе говорят, а он ушел. И это очень страшно. Ты тут же становишься, вот у меня, ты становишься человеком. Да? Ты становишься человеком независимо от того, что ты клоун, из-за того, что ты все, ты уже, вот у меня так было, что когда я сталкивалась, я больше работать в этот день не могу клоуном. Все. Я снимаю нос и ухожу. Ты потерял прям вот какого-то близкого друга, которого ты так давно знал. Да, он с тобой не разговаривал. Он просто улыбался. Он иногда тебе пытался подпевать. Но ты знал, что он тебя ждет. Понимаете? И вот это вот чувство, что тебя ждут, оно прям вот оно как-то подпитывало тебя, то есть жизненную энергию, которую ты отдавал окружающим. И я сначала боялся, а то потом понял, ну, в принципе, я же человек. Просто у каждого, наверное, есть вот какая-то эта граница пропускная, как дырочки, как сито. Кто-то большую боль может задержать, кто-то только маленькую боль может задержать, вот пропустить. Я могу подвинуть любую другую профессию, но эту я не брошу. Ну, по крайней мере, пока. Пока я дышу, пока я хожу, пока я могу вообще этим заниматься. Если ты сам перед собой честен, что ты постарался, ты сделал, значит, должно было получиться то, на что ты способен. И что могло получиться в данной ситуации. Всем не поможем. Но мы этого хотим. Субтитры подогнал «Симон»